Друзья, давайте мы встанем для молитвы перед комментарием. Благословен Господь и Бог наш Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и давший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Отец, мы благодарим Тебя за то, что истина Твоя, она освящает нас. Спасибо Тебе, Ишуа, за то, что Ты стал хлебом жизни для нас. Спасибо Тебе, благословен Ты. Амин. Друзья, мы на этой неделе заканчиваем изучение третьей книги Торы, книги Ваекра. И на этой неделе мы изучаем главу, которая называется Бехакутай. Это что означает «по установлением моим». Это 26 глава с 3 стиха по 27 до конца. И первая часть нашей недельной главы начинается с того, что Бог устами Маше говорит о последствиях соблюдения и несоблюдения Его постановлений. И если мы будем читать, то часть благословений, она вмещает в себя 11 стихов. Это с 3 по 14 стих. С 14 же стиха 25 стихов, они говорят о последствиях за непослушание. И в количественном соотношении мы видим, что о плохом говорится немножко больше. И на первый взгляд можно подумать, почему же так? Почему же говорится больше о плохом? Неужели у Бога больше наказания, чем благословения? Но это не так. У Бога больше предупреждения. Вообще, то, что говорится о наказании в количественном соотношении больше, то это говорит о том, что Бог, Он предупреждает свое творение, что в случае неправильных своих действий, в случае непослушания будут наказания. И если акцент на благословение, он идет в общих красках таких, то акцент на наказание, он идет более детально. Почему Бог это делает? Потому что Бог очень хорошо знает свое творение. Он знает нас изнутри. Он знает нас, что доброе нами принимается легко. И мы это принимаем в общих чертах, не заостряя наше внимание на отдельных моментах. Потому что доброе, оно доброе. Плохое же, мы на это стараемся не смотреть вообще. Правильно? Лучше же смотреть на хорошее. Но плохое человеку надо показать детально, чтобы он действительно понимал то, что может произойти в случае неправильных своих поступков. И если мы разберем, и вот даже комментаторы Торы, многие разбирая эти отрывки, они говорят, что в принципе, если разделить на такие разделы, то благословение написано больше, на один раздел. Именно если брать как по разделам. И о каких же благословениях мы видим, говорит наша недельная глава. Наша недельная глава говорит о экономическом процветании Израиля. Наша глава говорит о том, что будет безопасность у Божьего народа. Наша глава говорит о мире на обетованной земле. Наша глава говорит о том, что израильский народ будет народом сильным, народом побеждающим врага. И будет очень высокий уровень рождаемости в Израиле. И вы сами знаете, что когда много народа при царе, то царство сильное. И вот Израиль как раз и будет очень за счет рождаемости сильным государством. И самое важное, что сам Бог, он будет обитать в среде своего народа. Если мы разделим на разделы наказания, которые будут в случае непослушания, то их можно вместить в пять этапов. Это первое, это болезни и поражения, голод и дикие звери, ужасы, осады, крушение и изгнание. Ну и в конце Господь, начиная с 20... Сейчас я вам скажу. Ну и завершающая часть 26 главы, она с 42 стиха как раз говорит о верности Бога, что Бог, несмотря на что, он остается верный своему завету с народом. И через покаяние будет прощение Израиля и возвращение его в землю обетованную. Интересно, мы видим здесь Маше, вот он нам показан как пророк, потому что мы знаем, что до прихода Ишоа Мессии в Израиле не было пророка больше Маше. Маше был больше пророки. Здесь открывается пророческий дар Маше, когда он, говоря эти вещи, он говорит практически то, что впоследствии оно с народом Божьим происходило. И в среде еврейского народа вот этот вот отрывок Торы, который мы изучаем на этой неделе, он называется «Гатакыха гактана». Это малое обличение. Если мы будем читать, то наша глава, она похожа, в принципе, на 28 главу второзакония, где предлагается благословение и проклятие. Мы все с вами очень хорошо эту главу знаем. И та же глава, она называется «Гатакыха гагдала». Это большое обличение. Это малое обличение, то уже более большое обличение. И Бог предупреждает. Как я сказал, что в этой главе больше говорится о наказании, потому что Бог предупреждает. Тахыха – это и значит предостережение, предупреждение, наставление. И давайте мы с вами обратим внимание, я хочу, чтобы мы обратили внимание на 14 и 15 стихи. «Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите мои постановления, и если душа ваша вознушается законами, так что вы не будете исполнять все заповедей моих, нарушив завет мой, и идет перечисление. То». И что мы видим? Это в двух стихах. Мы видим определенный процесс отхождения человека от Бога. Ну, процесс того, что через непослушание все, мы видим, что все начинается с непослушания, приводит к пренебрежению и заканчивается тем возгнушением. Получается, у процесса отступничества есть такая определенная своя динамика. Не происходит, согласитесь, что в один день человек просыпается и все, я не буду верующим, я не буду исполнять повеление Божие. Такого нет. Это есть медленный, но процесс. И человек сам, за счет того, что он делает неправильный выбор, не принимает неправильное решение, он потихоньку методично приходит к тому, что он отступает от исполнения Божьих постановлений. И читая этот отрывок, я читал разные комментарии интересные, и мне понравился один из комментариев, я хочу с вами поделиться, именно непосредственно по этому отрывку. Получается, что человек, который, в принципе, перестает углубленно изучать Писание, потому что вы же понимаете, можно сесть утром, прочитать бегло одну главу, и это не есть изучение Писания. Это есть галочка перед Богом, что я прочитал Слово Божие. Писание надо изучать углубленно, вдумываясь, вмолясь. Ну, это процесс. Это не просто так просмотреть. Писание надо изучать. И когда человек перестает углубляться в Писание, в принципе, в перспективе он перестает его вообще даже читать. Потому что, ну, оно неинтересно, если ты не получаешь что-то для себя, человек или перестает это делать вообще, или делает это, как я уже сказал, для галочки, что не приносит определенной, в принципе, пользы. Вопрос того, что после того, как человек перестает это делать, изучать углубленное Писание, он, естественно, что делает? Он перестает исполнять постановление Божие. Потому что то, что Бог ему говорит, оно не касается его сердца уже так, когда человек размышляет, когда человек думает, когда человек вникает, оно касается его сердца. Он принимает для себя что-то, и его естество, его внутренний человек меняется. Когда этого не происходит, он перестает уже исполнять это. Но и это не конец. Вы понимаете, что даже если человек начинает, стал на этот опасный путь, ну, скажем так, отступления, от исполнения Божьей воли, то человек по-любому, он внутри себя понимает, где он правильно делает или неправильно. И вот состояние человека, который не изучает слово, оно приводит к тому, что человек начинает себя самооправдывать. Потому что если человек себя не будет самооправдывать, в нем будет внутренняя борьба. А никакому человеку не хочется, чтобы у него внутри что-то болело. в человеческой плоти приятна зона комфорта. Когда все хорошо, ты считаешь, что ты прав, ты считаешь, что ты правильно делаешь. Но для того, чтобы прийти ему к этому состоянию, ему надо самооправдаться. И вот это вот страшное состояние, когда человек начинает самооправдываться, и приводит к этому, это все к тому, что человек смотрит на Слово Божие как на нечто устаревшее. Он говорит, я, ну как бы, это все уже по-другому. Прошло много времени, сейчас мир другой, сейчас все по-другому. И тогда приходит действительно страшное состояние, когда человек может вообще отступить. Но у этого всего процесса отступления и отхождения от Бога есть, как я уже сказал, процесс. Это время. И очень важно начать сначала. Очень важно быть послушным. И Господь, Он акцентирует внимание, чтобы мы поступали по установлению. И Маше, Он говорит, по установлению моим поступайте, и за это будет вам благословение. Мы видим, в принципе, и знаем из истории израильского народа, что Израиль таки не послушался. И те проклятия, которые описаны в этой главе, они произошли в его жизни. Мы видим, что Израиль, он был изнан из своей земли. И земля действительно была опустошена. И интересно то, что, несмотря на усилия многих завоевателей, которые пытались, которые находились, были владельцами этой земли, у них не получалось восстановить эту землю. Потому что это была земля, предназначенная для своего народа. И только Израиль, он смог с той пустыни, с той разрухи, восстановить. Потому что эта земля принадлежит израильскому народу. Мы видим в нашей главе верность Божию, где Бог говорит о том, что если вы покаетесь, обратитесь взором ко мне, я прощу вас. И, как я уже говорил, 26 глава, она как раз заканчивается этими моментами о верности Божьей. что Бог остается верный своему завету, и никогда этот завет не будет прерван. Это завет вечный, завет нерушимый. Хорошо, друзья, я хочу еще остановиться, остановить внимание все-таки на десятине. Во второй части нашей недельной главы говорится о постановлении об обетах и затрагивается вопрос о десятине. Мы можем читать с 30 стиха. И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. И всякую десятину из крупного и мелкого скота из всего, что проходит под жезлом, десятое должно посвящать Господу. Не должно разбирать хорошее ли то или худое и не должно заменять его. Если же кто заменит его, то и само оно и замена его будет святынью и не может быть выкуплена. Вот заповеди, которые заповедал Господь Моше для сынов Израилев на горе Синай. И мы видим, тут говорится о десятине. Мы знаем также, что в Израиле было три десятины. Я не буду сейчас застрять ваше внимание на каждое из десятин. Здесь, вот в нашем отрывке недельной главы говорится как раз о второй десятине. Это та десятина, которую должно было есть на месте, которое определил Бог. То есть, когда Израиль три раза в год шел на праздники в Иерусалим, это как раз та десятина, которая должна была принестись в храм. Но вопрос того, что не всегда это было удобно. Ну, представьте, если у кого-то были большие стада, у кого-то был большой урожай, ну, это было транспортировать не очень просто, правильно же? И особенно, если люди далеко находились. Поэтому Господь, зная это, Он, кажется, во второзаконии в четырнадцатой главе Он говорит, что если вы живете далеко, то можно это все обменять на серебро, и с серебром уже прийти, и на это серебро купить все необходимое и есть, и веселиться, и радоваться перед Божьим лицом. Но что интересно в этом вопросе? Интересно то, что десятина, здесь написано, это святыня Господня. Это часть, которая принадлежит Богу. Это святыня Господня. И вопрос того, что когда человек, это то, что надо отдать, когда человек, он продавал это, он продавал ее за серебро, но если он хотел оставить, ему понравилось, урожай этот себе, то ему надо было добавлять пятую часть к стоимости этого всего. Интересно также процесс с животными. Как это происходило? Происходило отсчет десятины. вот есть животные, как определить десятину? Становился человек в проходе загона с плетью в краску, которая была опущена в красную краску, и каждое десятое животное, оно просто помечалось этой краской. И это было десятина. Но что мы видим? Что Бог, он показывает здесь, что если человек хочет заменить, то он может сделать, но и то, и то остается святыней. Смотрите, вопрос того, что человек видя, если вдруг, там же не специально гнали этих животных, они как шли, каждое десятое помечалось, и могло попасться плохое, могло попасться. и тут акцент на то, что человек, имеющий усердие, он мог заменить это животное, но и то, и то, это было святыня Господня, потому что десятина это святыня. Очень четко акцентируется внимание на том, что это святыня. Вы знаете, в наше время тоже есть десятины, и очень хочется, чтобы у нас с вами тоже было понимание, что это святыня Господня. Это очень важно, чтобы мы с вами несли десятины в Храм Божий, не жертвовали ни на эмоциях, ни на эмоциональном порыве, а на убеждении, на твердом понимании того, что это святыня Господня. Если мы будем так делать, то что будет? то мы будем поступать по установлениям Божьим. А если мы будем с вами поступать по установлениям Божьим, то наши жизни будут наполнены первой частью данной главы. Я ободряю вас изучать Писание, я ободряю вас вникать в Писание, я ободряю вас освящаться Словом Божиим, потому что Слово говорит о том, что святой да освящается еще. У нас есть путь освящения, а освящаемся мы через Писание, через Слово Божие. Так говорил Ишуа, молясь о своих учениках. И поэтому пусть Бог поможет нам освящаться и исполнять те постановления, те заповеди, которые Бог определил нам исполнять. Аминь. Аминь. Аминь.